МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2,5 «Гиацинт» – 152-мм самоходная пушка. Самая дальнобойная система среди ствольной артиллерии белорусской армии. Она предназначена для уничтожения особо важных объектов даже в тылу неприятеля. Расчет пушки способен вести контрбатарейную борьбу, разрушать оборонительные сооружения, подавлять пункты управления, уничтожать живую силу, огневые средства, вооружение и военную технику противника на дальности от 8 до 30 километров. Прицельные приспособления 2,5 «Гиацинт» позволяют расчетам работать как с закрытых позиций, так и прямой наводкой в любых климатических и погодных условиях днем и ночью. До появления в войсках самоходных артиллерийских установок 2,5 «Гиацинт» основу дальнобойных систем советской армии составляли 130 и 152-мм буксируемые пушки М-46 и М-47. Созданные сразу после Великой Отечественной, к 70-м годам они морально устарели и не устраивали войска ни по дальности, ни по маневренности. Головным разработчиком новой 152-мм пушки выступили специалисты Уральского завода транспортного машиностроения, ныне «Уралмашзавод». Чтобы максимально сократить сроки, работы велись сразу в двух направлениях. Конструкторы параллельно создавали облик самоходного и буксируемого орудия. Кроме того, работали над боеприпасами для новой системы. С этой целью к весне 1971 года на Пермском машиностроительном заводе создали две баллистические установки. Буквально через год после старта проекта было готово орудие новой пушки. Спустя еще несколько месяцев первые опытные образцы САУ-2С5 были отправлены сначала на заводские, а затем и на полигонные испытания. На вооружение советской армии самоходная пушка 2С5 была принята в январе 1975 года и стала настолько популярной у военных, что за все время серийного производства, а это 17 лет, с конвейера сошло около 2000 этих машин. Учитывая, что на экспорт пушка не поставлялась, цифра внушительная. Боевое крещение гиацинтов прошло в Афганистане. По итогам нескольких лет, проведенных в горах Гендукуша, пушка заслуженно получила немало лесных отзывов. Как отмечали военные, осколочно-фугасные снаряды 2С5 обеспечивали гарантированное уничтожение любых укреплений противника. А надежное шасси без нареканий справлялось с тяжелыми условиями эксплуатации. Каменистым грунтом, перепадами высот и температур, запыленностью и разреженностью воздуха. Были отмечены случаи, когда на одну САУ на стрел достигал 700 выстрелов, а пробег по горным дорогам свыше 6500 километров. 2С5 гиацинт выполнено по так называемой безбашенной схеме, то есть орудие расположено открыто на бронированном корпусе машины, которое обеспечивает защиту экипажа от пули и осколков. Пушка нарезная, полуавтоматическая. Боевая масса самоходки 27,5 тонн. Расчет САУ 7 человек. Это самая большая команда среди белорусских артсистем. Корпус сварен из стальных бронелистов и разделен на три отделения. В передней части по правому борту моторно-трансмиссионный. Механик-водитель располагается слева. За ним рабочее место командира боевой машины. В средней части корпуса боевое отделение и боекомплект. В корме четыре топливных бака и часть боевого отделения. Во время ведения огня наводчик находится вне корпуса машины на поворотной платформе слева от пушки у прицельных приспособлений. Возимый боекомплект самоходного гиацинта составляет 30 выстрелов раздельно-гильзового заряжания с осколочно-фугасными снарядами. Кроме того, САУ может использовать выстрелы с высокоточными снарядами краснопольных, активно-реактивные боеприпасы с увеличенной дальностью, а также бронебойные для поражения целей прямой наводкой. 152-мм пушка, несмотря на отсутствие привычной поворотной башни, наводится в обоих плоскостях. В горизонтальный угол составляет 30 градусов, в вертикальный — от минус 2,5 до 58 градусов. Для наведения орудия, осуществления разведки местности днем и ночью, а также для стрельбы из пулемета, на месте командира установлен комбинированный прицел. Наводчик для стрельбы с закрытых огневых позиций использует панорамный прицел, а для ведения огня по наблюдательным объектам — прицел прямой наводки. Орудие снабжено полуавтоматическим затвором и цепной системой заряжания с электроприводом, которая производит досылку боеприпасов в два приема. Сначала ствол подается снаряд, затем гильза. Боекомплект у «Гиацинта» хоть и возимый, но подача его из машины на автомат заряжания производится вручную. Впрочем, даже с таким подходом скорострельность системы достигает 6 выстрелов в минуту. Вместе с тем, возможно, заряжание системы в полностью ручном режиме. Для дополнительной устойчивости на время ведения огня 2С5 якорится специальной откидной опорной плитой. Поэтому стрельба на ходу практически исключена. Для перевода пушки из походного положения в боевое также требуется время. В среднем — около 4 минут. В качестве дополнительного оружия на САУ используется пулемет ПКТ калибром 7,62 мм с боекомплектом с 1500 патронов, а также индивидуальное оружие членов экипажа. Кроме того, в боевом отделении имеется крепление для противотанкового гранатомета РПГ-7В с пятью выстрелами к нему, а также предусмотрено размещение переносного зенитного ракетного комплекса, для борьбы с воздушным противником. Самоходная установка «Гиацинт» оснащена V-образным 12-литровым турбированным дизельным двигателем, который помимо основного топлива может использовать керосин. При этом номинальная мощность останется прежней в районе 500 лошадниных сил. Трансмиссия механическая с планетарным механизмом поворота. В распоряжении механика водителя шесть передних и две задние передачи. В теории самоходка способна развивать скорость порядка 60 км в час. Для вождения в ночных условиях место механика оборудовано в том числе прибором ночного видения. Запас хода по шоссе составляет около 500 км. Подвеска на 2,5 индивидуальная, торсионная. Она обеспечивает плавность хода и вместе с шестью парами обрезиненных опорных и четырьмя парами поддерживающих катков позволяет преодолевать ров шириной 2,5 метра, стенку высотой до 70 сантиметров и подъем в 30 градусов. Сегодня самоходная артиллерийская установка 2,5 «Гиацинт» по праву считается одной из лучших в своем классе. Гармонично, сочетая в себе большую дальность стрельбы, поразительную точность и высокую мобильность, в умелых руках она становится настоящей снайперской винтовкой крупного калибра. А потому в войсках ее впечатляющие способности будут востребованы еще долгое время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин